Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире новый выпуск программы Кинофреш. И сегодня мы подготовили для вас премьеры на любой вкус. Балканский рубеж, королевские корги, стертая личность в объятиях лжи и закатать в асфальт. В общем, все самое свежее и актуальное из мира кинематографа прямо сейчас на ваших экранах. Субтитры делал DimaTorzok Ну что, нашла? Картина о двойной жизни, преследовании, одержимости и о том, что дружелюбный сосед может оказаться совсем не тем, кем кажется, популярна в Голливуде еще со времен Хичкока. На этой неделе подобную историю расскажет режиссер Нил Джордан, постановщик таких картин, как «Жестокая игра», «Интервью с вампиром» и «Завтрак на Плутоне». Его новая работа называется «Грета» и в российском прокате она получила совсем невнятное название «В объятиях лжи». Одинокая девушка, недавно переехавшая на Манхэттен, случайно встречается с загадочной вдовой. Между ними завязывается дружба и необычная знакомая окружает юную подругу вниманием и заботой. Но вскоре одна из них поймет, что оказалась в объятиях лжи. Главную роль в фильме исполняет Хлоя Грейс Морец, чья карьера скачет подобно американским горкам. Хотя среди ее последних работ удачное и неправильное воспитание Кэмерон Пост и Суспирия. Компанию же ей составляет легенда французского кино Изабель Юпэр, несколько лет назад ярко напомнившая о себе драму Пола Верховена «Она». Она пугает меня. И это не проблема? Ну конечно, это общественное место. Она ничего не нарушает. Зачем вы это делаете? Как увлекательно. Здравствуйте, я Фрэнсис, ваша официантка. Нет, я так не могу. Вы как ребенок. Нет, это ты ребенок. И тебе нужна мать. Не смейте говорить о моей маме. Она умерла, чтобы мы встретились. Вы сошли с ума. Смотрите, она страдает. Ее нет, Фрэнсис. Каждому нужен друг. Но мы больше, чем друзья. Мы связаны с тобой. Ты должна знать кое-что о Грете. Что? Картина с рейтингом R получила средние отзывы в прессе, но смогла понравиться зрителям. Так что, если вам по душе триллера об одержимости и неожиданные актерские дуэты, то милости просим в кинотеатр Киномакс. Вы ненормальные? Что вы сделали? Попробую избавиться от Греты. В объятиях лжи. С 21 марта. В кинотеатре Киномакс мультфильм «Королевские корги». Про бельгийский мультфильм «Королевские корги» к сожалению, сейчас приходится больше говорить в свете конфликта между Министерством культуры и крупными сетями кинотеатров. Дело в том, что изначально «Королевские корги» должен был выйти на экраны 7 марта, но Минкульт не давал мультфильму прокатное удостоверение и настойчиво просил переехать на другую дату, чтобы не мешать прокату другого мультфильма уже российского производства «Гурвинок». В итоге многие кинотеатры просто отказались прокатывать мультфильм, а «Королевские корги» выходит на этой неделе. Вопрос о том, кому это было нужно, до сих пор остается открытым. Я королевский корги. Сам принц Филипп подарил меня ее величеству. Хотя в детстве я бывал порой несносным. За проект отвечает Винсент Кестелут и Бен Стаси, на счету которых такие мультфильмы, как «Мухнем на луну», «Шевели ластами» и «Робинзон Крузо». Однажды любимец королевы Корги по кличке Рекс отстал от своей хозяйки на улицах Лондона и потерялся. Теперь псу предстоит пройти через жестокий мир собачьих боев, чтобы вернуться к любимой хозяйке. Может и к лучшему. Здесь не дворец, но есть свои плюсы. Критики довольно прохладно отнеслись к ленте, подставив упрек вторичность истории, зато отметив смешных и хорошо проработанных персонажей. Что еще нужно детям весенние каникулы? Королевские корги – хвостатый кардинал Британского престола. Такого вы еще не любите! Джаред, я желаю тебе счастья. «Хочу, чтобы ты прожил прекрасную жизнь. Я люблю тебя, но ты не сможешь остаться в моем доме, если твой выбор в корне не совпадает с убеждениями нашей семьи. Джаред, скажи мне правду, прошу». «Меня интересуют парни. Не знаю почему. Простите меня». В 2015 году австралийский актер Джоэл Эдгертон ярко дебютировал в режиссуре с запутанным триллером «Подарок». На этой неделе в прокат выходит его второй полный метр – драма о религиозной семье, которая не может принять гомосексуальность своего сына. На экранах – стертая личность. «Родители записали тебя в программу реабилитации, чтобы исправить. Но ты, Джаред, абсолютно нормальный и здоровый подросток». История сына баптистского пастора из консервативной глубинки, который еще подростком обнаруживает свою гомосексуальность. По настоянию родителей Гаррард соглашается пройти исправительную терапию, чтобы не потерять своих близких, свою веру и место в обществе. «Кто исконит этого демона?» «Середина!» «Мне очень тяжело. Позволь дать тебе совет. Говори то, что они хотят услышать. Притворяйся, если считаешь, что не можешь измениться». Главную роль в фильме исполнил актер Лукас Хеджерс, восходящая звезда, который к 22 годам имеет номинацию на Оскар за фильм «Манчестеру моря», снимался у Терри Гиллема и Уэсс Андерсона, а также в фильмах «Леди Бёрд» середины 90-х и «Три билборда на границе Эббинга-Миссури». И, кстати, за стертую личность он получил номинацию на «Золотой глобус» уже в этом году. Ну а компанию ему составляют австралийские суперзвезды Николь Кидман и Рассел Кроу и сам режиссер картины Джоэл Эдгертон. «То, что с тобой происходит, пройдет». «Пройдет?» «Да». «Пройдет?» «Я люблю Бога и своего сына, а вот отцу твоему разобраться непросто». «Вернись, разговор не окончен». «Он и не начинался! Ты меня не слышишь! Отвали!» «Представь, ты говоришь отцу, что ненавидишь его». «Я не стану притворяться, что ненавижу отца! Это неправда!» «Тогда откуда в тебе столько гнева?» «Потому что вы меня бесите!» «Откройте дверь! Сейчас же!» «Иногда, чтобы помочь ребенку, приходится делать ему больно, но мать чувствует, когда пора остановиться». «Стертая личность» — это эмоциональная семейная драма о поиске себя с исключительными актерскими работами и сильным сценарием. Так что, если в кино вас не смущает тема сексуальных меньшинств, и вы хотите посмотреть крепкую картину о мужестве и принятии себя, то это ваш выбор на ближайшие выходные. «Стертая личность. Суть нельзя изменить». «Я не хочу больше притворяться». «Я долго спрашивал себя и Бога. Готов ли я потерять тебя?» «Дорогие друзья, всем привет из кофе Ниссан, который находится в кинотеатре Киномакс, где мы уже готовы обсудить новый фильм Джоэла Эдгертона «Стертая личность». И сегодня у нас в гостях дама, которая рисует на тортах, делает мир чуть-чуть красивее посредством СММ и своей красоты Леры Григоровичей. Привет, ребят. Привет. Привет. Такой фильм неочевидный, может быть, для кого-то выбор, потому что на этой неделе много разных других премьер. И боевики вам, пожалуйста, и патриотические боевики, и мультфильм про Корги. И мы взяли, наверное, фильм с самым крутым актерским составом на такую тоже тему для кого-то животрепещущую, для кого-то кто-то себя вообще в этом не видит, о принятии человека, человеком своей нетрадиционной ориентации. Давай начнем с общих впечатлений. Понравился тебе или нет? Мне очень понравился фильм. Я считаю, он грандиозный. Очень мне понравился этот фильм тем, что он действительно искренний, добрый и про любовь. Хочу, чтобы ты прожил прекрасную жизнь. Я люблю тебя, но ты не сможешь остаться в моем доме, если твой выбор в корне не совпадает с убеждениями нашей семьи. Джаред, скажи мне правду, прошу. Очень люблю свою маму за то, что она принимает меня такой, какая я есть. То есть ей главное, чтобы ты была счастлива? Да, 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 конечно. Здесь героиня Николи Кидман как раз-таки сначала тоже идет фарватере мнения отца Рассела Кроу, получается, а потом она меняет свое мнение. Как думаешь, почему у нее так получилось тоже из традиционных зарядов каких-то сломаться? Она, по-моему, посмотрела список, то, что он был не один. Грехов, типа грехов. То есть действительно увидела то, что ему, он любит мужчин. Кроме темы с сыном, тут еще просказывалось то, что семья была патриархальная, и слово «Рассел Кроу» отца был закон и для сына, и для матери. Но здесь, через эту ситуацию с этим лагерем, назовем его так, она тоже поняла, что пора с этим заканчивать, ее слово тоже имеет вес. Получилось у нее изменить, как думаешь, в семье положение дел? В семье, да, конечно, она приняла, и в этом, наверное, помогло ему лично, дальше уже действовать так, согласно своему желанию. Потому что, видимо, как я поняла, они были очень близки с мамой. Они живы на протяжении всего фильма, и встречались в кафешках, они на протяжении всей терапии, она ходила постоянно с ним, ну, жила. Ну да, но она при этом все равно, так скажем, волю отца исполняла, то есть она была его как бы проводником. Да, 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 но она с начала, вот так интересно, в начале фильма она как бы, да, дорогой там, ну, вот как бы так, как бы немного наигранной. А в конце такая, да я уже и в церковь-то особо не хожу, знаете ли, могу себе позволить? Я же чего-то стою в этой семье. Ну, ну уж не так. Да я что, я просто, вы немного все завеланхолились, вот, я чуть-чуть хочу вас взбодрить. Да, правильно, правильно. Вообще, актемский, смотри, вообще, лично для меня герои просто моего детства, Николь Кидман, в 95-м году Бэтмена навсегда, я увидел, подумал, разве бывает такая красивая женщина вообще на свете? Мне 4 года было, я просто, ну, второй раз только с моей женой такое было, естественно. Вот, а Рассел Кроу просто, просто супергерой всего вообще мира. Я посмотрел фильм «Гладиатор», и мне после этого можно было любой фильм с Расселом Кроу скорбить. И после серии «Южного парка» делал «Скарабликов». Представляешь, я даже не знала, что он снимается в этом фильме, когда увидела, очень-очень ясно. Вот смотри, эти актеры, которых мы помним, его помним и героем, ее помним, там, самой красивой девушкой в кинематографе, они сейчас взрослые. Резонанс, да, у меня было такое, что... Они сейчас взрослые, вот, насколько круто наблюдать за ними сейчас. Потому что сейчас уже они берут, там, не своей внешностью, не, там, своим мужеством, еще, там, не знаю, сексуальностью. Да, да, да. Вот. Получилось ли им повзрослеть в кино и играть уже сейчас взрослых людей? Вот ты им верила, когда они показывали просто обычных людей из обычной семьи? Очень мне понравилось. Я не Коль Кидман открыла, во-первых, с другой стороны для себя, как Актриса. Момент с мамой очень меня тронул, как вот они вместе, потому что я с матерью то же самое, с моей мамочкой. То же самое прохожу. Ну, с Расселом Кроу у него была, наверное, самая сильная сцена, это разговор отца и сына в конце. Да, да, да. Как ты думаешь, он изменил свое отношение? Ты поверь, поверила, что он действительно, он говорит, сейчас ты должен измениться, а не я должен измениться. Вот именно со стороны отца ты поверила? На внутри себя, мне кажется, он все понимает, он и раньше понимал-то. Ну, то есть он просто не хотел... Из зоны комфорта выходить? Да, 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 вот это все. И это в конце, я считаю, что он наконец-то себя, вот это вот у него прошел, ну, как бы, наконец-то... Ну, таким скрипом пока, на самом деле. Ну, скрипом, да, но это уже очень большой шаг навстречу реальности. Ну, я вам так могу сказать, у меня, я там беру кит-жизненные примеры, и мне там обязательно про гомосексуализм, в семье, к сожалению, бывает, что люди настолько запистенелы или там уверены в своей правоте, хотя не имеют никаких на это оснований, что даже то, как он, как ты говоришь, со скрипом, ну, это принял в конце и сказал, ты мой сын, я тебя люблю, и это для меня самое важное, это большой шаг, особенно для человека, у которого вообще вся жизнь построена, он баптист, как бы, для него это... Ну, семья это вообще фундамент просто всего, как бы, да, его просто вот точка опора. Нам не представить, конечно. Я люблю Бога и своего сына, а вот отцу твоему разобраться непросто. Вернись, разговор не окончен. Он и не начинался. Ты меня не слышишь, отбали! Представь, ты говоришь отцу, что ненавидишь его. Еще один очень важный человек, ну, наверное, здесь самый важный после режиссера, это Лукас Кеджерс, исполнитель главной роли. Восходящая звезда, ему 22 года, ну, он уже, на самом деле, играл и в «Трибилборда», и в «Леди Бёрд», он играл уже в «Уэс Андерсон», он на «Оскар» номинировался за фильм «Манчестеру моря», и, кстати, в фильме «Середина девяностых» он тоже играет. Лукас Кеджерс, крутой ли актер и потенциально ли большая звезда? Как он тебе в этом фильме? Очень замечательно он сыграл, искренне. Он сумел передать именно, наверное, сумел передать отношения, взгляд, то есть на человека, которого любит, отношения с матерью, там, как он классно идет против всей системы в этом, то есть показал себя. Ну, очень грандиозно, ну, очень мне понравился, конечно, актер, вообще все. Испытав то, что он испытал, насилие, да, первое вот это вот, и потом, как он не побоялся, я очень рада, что это его не переломило, потому что человека очень ломают такие вещи. Ну, это важно, то есть это так круто, что он, знаете, несмотря на то, что с ним вот это произошло, он пошел дальше. Кому ты фильм посоветуешь посмотреть? Абсолютно всем. Да? Советую абсолютно всем посмотреть. Пытаться понять себя, себя понять. На самом деле я очень рад, что фильм на тебя произвел такое впечатление, вот, потому что для себя открыть что-то новое и в плане искусства, и то, что он вызывает целый ряд вопросов, и дает на них ответы, что самое главное, вот, это здорово. Временами мы обсуждаем драмы, драму такого содержания, возможно, впервые, не ждите от этого фильма какой-то динамики, что это такое оскаровское кино в традиционном понимании. Самое крутое здесь это актерские работы, история, и что самое ценное, она основана на реальных событиях, поэтому посмотрите, если хотите, возможно, понять людей, которые на вас не похожи, и, как уже сказала Лера, разобраться в себе. В общем, если вы любите после кино немного подумать, пообсуждать, поразмышлять, то присмотритесь к стертой личности от Джоэла Эдгартона и компании. То, что с тобой происходит, пройдет. Пройдет? Да. Пройдет? Я люблю Бога и своего сына, а вот отцу твоему разобраться непросто. Вернись, разговор не окончен. Он и не начинался. Ты меня не слышишь, отвали! Представь, ты говоришь отцу, что ненавидишь его. Субтитры создавал DimaTorzok Мы объединились с партнерами по НАТО в авианалетах против сербских вооруженных сил. Ошибка. Американцы... ...размерный самолет и вернулся в Москву. Слышите? Субтитры создавал DimaTorzok Положение у нас дерьмовое. Вероятность, что доживем до утра процентов 10. В главных ролях здесь Антон Пампушный, Гоша Куценко, Равшана Куркова, Милош Бикович, а также Эмир Кустурица и тот самый Чингач Кук Гойко Митич. Что ты хочешь от меня? Береги себя. Это война. Балканский рубеж — это то кино, которое принято называть патриотическим в плохом смысле этого слова. Здесь бесконечные перестрелки сменяются пафосными речами, а одно мужественное лицо другим. Впрочем, политической нагрузки здесь не так много, как говорится, и на том спасибо. Балканский рубеж — мир, за который стоит бороться. Продолжение следует... Муравей тот бы сожрал быстрее. Режиссер С. Крейг Залер начал снимать кино буквально несколько лет назад, но за ним крайне любопытно наблюдать. Сначала был хоррор-вестерн «Костяной томогавк», затем криминальная драма «Драка в блоке 99». На этой неделе Залер предлагает вниманию зрителей классический боевик про копов и бандитов закатать в асфальт. Ты теряешь навык видения. Подумай, почему я сижу за этим столом, а ты носишься по подворотням с напарником на 20 лет моложе тебя. У Энтони подвешен язык, но он тупой. Старого ищейку Риджмана и безбашенного Энтони отстраняют от дел после того, как в сеть попадает видео, где напарники жестко выбивают признание из подозреваемого. Не имея других средств к существованию, экс-копы находят работу в криминальном подполье. Начнем веселье. Главное, чем привлекает картины в кино зрителей, помимо олдскульной атмосферы, это, конечно же, актеры. Харизматичный Уда Кир, немецкая звезда Томас Кречман, спаун Майкл Джей Уайт, Вилл Свон и Дон Джонса, снимавшиеся в предыдущем фильме режиссера, и, конечно же, старый добрый Мэл Гибсон, которого всегда приятно увидеть на большом экране. Это плохая идея. Весьма заманчива. Картины Залера традиционно получают хорошие отзывы прессы и зрителей, и закатать в асфальт не стал исключением. Это аутентичный боевик с крутыми актерами, и, что самое главное, с интересным сюжетом. Так что, если вы соскучились по настоящему экшену и старине Мэлу Гибсону, то позвоните своему отцу и предложите ему сходить в кино на вечерний сеанс. Закатать в асфальт в кинотеатре Киномакс с 21 марта. Мы с тобой имеем право требовать должную компенсацию. Вот и все на сегодня. Увидимся совсем скоро. Надеемся, вам все понравилось, и вы выбрали подходящую кинопремьеру себе по душе. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, и не забывайте посещать городской портал utb.ru. С вами была программа Кинофрэш. Увидимся в кинотеатре Киномакс. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok